Как ты вообще после своих двух попыток смотрела за остальными, да? Свои переживания, опиши. Я сначала смотрела, потом пошла переодеваться, потом у меня взяли интервью и я уже сказала, ну я в полуфинал не попадаю, но я все равно счастлива гонкой, довольна своей ездой, а потом пошла уже смотреть и смотрю, возле моей фамилии уже стоит значок квалификация, я такая, ничего себе попала, ну классные чувства. Ну вообще, Олимпийские игры это не чемпионат мира, это не кубок мира, это совсем другие эмоции и настроиться на старт было очень тяжело, так как было все-таки недостаточно тренировок сделано, не было сборов раньше, зимой, но я все-таки настроилась и сделала то, что надо было. Я знала, что надо было улучшать, хотя бы на три секунды я знала, что надо улучшить время, потому что это такое время на грани, то есть у меня была цель улучшить, но не все сразу было тяжело и тяжелую попытку, были не те линии, я пошла не по тем линиям, которые планировала и некоторые обратные ворота не получились, но все равно время лучше, две секунды штрафа получилось так же самое. Это была не самая большая ошибка во второй моей попытки, были ошибки посильнее, которые несли больше траты времени, чем эти две секунды штрафа. За эти две секунды штрафа, то есть я себя там не караю, не ругаю, ничего, это не самая большая ошибка, которая у меня была. Я поставила цель не результат, именно как вот секунды, у нас в нашем виде спорта главное, чтобы ты проехал эту трассу, потому что кроме тебя никто не проедет, соперницы едут в свою гонку, ты едешь в свою гонку. И у меня была цель проехать ее, то есть распланировать все как надо и поставить цель и проехать ее со старта до финиша. А результат это уже результат моей именно гонки. Поэтому проехала и потом смотрела уже как, на что я способна. Сейчас я немножко отдохну, восстановлюсь и от полуфинала жду, досталось выиграть пять человек, чтобы попасть в финал шаг за шагом. Настроиться и идти в финал. Трасса очень тяжелая, канал тяжелый, и поставили очень тяжелую трассу как на квалификацию. Обычно на квалификации трасса не совсем такая сложная, а более такая простая, и все идут в одном и том же времени с одним и тем же результатом. Тут были три очень сложных участка. Один самый сложный, это в конце, там 20-е ворота, где самые сильные просто не попадали, пролетали. И как бы надо было настроиться, понять, куда несет, куда ехать. Немножко было тяжело в этом плане. Будут легкие тренировки на поддержание формы, на поддержание чувства воды. Ну, естественно, куда-то пойду, завтра развеюсь, а за день до старта уже тоже тренировки, и уже буду отдыхать и сконцентрироваться, готовиться к полуфиналу. Хочу пойти на бокс на 12-го числа. Таня Коба будет выступать. Пойду смотреть, болеть за нее. Моя соседка по комнате, кстати. Да. Ну, хочу еще пойти на... Хотела на гимнастику, но не получилось так, как соревнования в один день. Там, буду смотреть по расписанию. Может, ну, хочу куда-то вырваться, поддержать наших. Пока что не получилось. Классные впечатления. Все, атмосфера вообще классная. Все нравится. Много спортсменов в одном месте. Там звезды ходят, ты у них смотришь. Ну, видно, что спортсмены бегают, гуляют, отдыхают. Классная атмосфера.